Всем привет! Это Таня Матания. Сегодня буду делать обзор своей новой мультиварки. Я довольна. Тефаль у меня появилась. Очень давно у меня был Panasonic. Очень давно, просто уже. Но она была одна из первых мультиварок вообще у нас на рынке. И, конечно, я и на неё ориентировалась и хотела, чтобы она так же долго служила, потому что у меня Panasonic служил очень долго. И когда я это покупала, мне муж покупал в подарок. Батюшки, батюшки, батюшки моя красавица. Вот что у меня приехало. Ой, как хорошо через 18 лет совместной жизни получать такую красоту. Я какие-то определённые требования ему говорила, что бы я хотела, чтобы в ней уже было. Я хотела, чтобы уже в ней было обязательно жарко, чтобы в ней был йогурт. И вот эти все функции, которые основные, чтобы в ней были. Потому что в моей, ну, она была совсем простая, вы видите. То есть не было. Выпечка была очень простая. Потому что если нету жарки, то выпечка, она такая паровая получается. Вот такое вот. Очень хорошее. Но плюсы-минусы и какая-то разница всё равно есть. И так как у меня есть с чем сравнить, я буду сравнивать. Хотя, конечно, несовременная может быть модель, с которой я сравниваю. Но, тем не менее, давайте поподробнее. Значит, первое. Вот вы видите. Они сейчас обе включены. Это и это. Из-за того, что вот этот вот циферблат здесь есть. Здесь у меня тоже был, в принципе, видите, простой. Он всё время светится. То есть, ну, для меня это вообще непонятная штука. Вот это вот. Для чего он светится в выключенном состоянии? Ну, то есть я им не пользуюсь, никакие сейчас функции. Если бы функция была нажата, я понимаю. Ну, так вот для чего светится, ну, целый день? Вот это вот я совершенно не понимаю. Это красноглазая красноглазность. Значит, следующее. Что ещё? Когда мы купили, мы покупали по интернету. Что очень важно? Очень важно, чтобы когда вы дотрагивались, то, в принципе, каких-то вот отпечатков не было. Так вот, корпус прекрасно. Ничего не... Ну, вот эта кнопка, вы видите, на ней такой странный рисунок. Она была абсолютно блестящей. Кнопка, кнопка, зачем ты блестишь? Чтобы оставляла отпечатки моих пальцев. Да, и вот так вот всё время, да, и вот так вот всё время. А я хотела, чтобы не блестело. Оп, не блестит. Оп. И тут больше не блестит. Оп. Класс. Она огромная, и она вот настолько заляпывалась, что когда мне муж принёс, и я начала там её как-то эксплуатировать, пытаться, я была готова её вернуть из-за этой кнопки. То есть я реально расстроилась, потому что это постоянно. Вот это и вот это две огромные части, которые будут всегда заляпаны. Вы скажете, это мелочь, ничего подобного. Мультиварки по функциям сейчас примерно одинаковые. И ты уже начинаешь выбирать между ними, то ты начинаешь вот на такие вещи. Извините, это стоять будет у меня очень долго на виду. И вот эта вот вещь очень важная. Как мы выбрались из этой ситуации? Мы взяли наклеечку для учебников. У меня есть... Ну, у меня школьники, и поэтому мы учебники оборачиваем специальными наклейками. Мы взяли, вырезали, у меня муж это делал, и заклеили. И вот теперь, на счёло счастья, никаких пятен, ничего нет. То есть вот такой лайкхак, если у вас подобнейшая проблема, теперь я спокойно нажимаю, остальной корпус весь не заляпывается. То есть внешний вид я за это вообще не переживаю, потому что функционально она вот хорошая. Вот был у неё вот этот вот мелкий, но не настолько мелкий недостаток. И вторая вещь, которая меня немножко напрягала, это, вот смотрите, у меня вот здесь клапан у старой машины. Я его могла регулировать. То есть я могла поставить, вот видите, максимум, минимум. То есть я пар могла регулировать. Видите, оно уже старое, уже сколько ему, господи, больше 10 лет. Ну, неважно. Но я этот процесс могла регулировать. Здесь вот эта щель, видите, из неё фигачит пара. Ничего я с этим сделать не могу. То есть он регулируется в зависимости от функции, которая тут выбрана. И здесь вот написано, не руками, как бы, значёчек нарисован, что руками, пожалуйста, ничего не делайте. Но реально у меня ребёнок норовит вот это вот как раз. Вот ему так интересно, взрослый уже вроде школьника, я ему всё время говорю, что, пожалуйста, не трогай в ресторане. Так что вот такие, это внешние вот эти вот данные, которые вот сразу бросаются в глаза, и нигде вы их не увидите. Ну, есть свечение, кнопку, которую мы переделали, и вот отсюда фигачить пар прям очень сильной струёй. В результате из-за этого я его переставила. Потому что здесь я, видите, я могла его, как бы, вот этот пар уменьшить, и мне было как-то комфортно, то есть сама могла регулировать, и я как-то к этому привыкла. Вот здесь вот этого нету. Дальше. Что ещё было вот мне на такие вот принципиальные вещи? Вот я открываю, видите, чаши. Чаши здесь обалденные. Сейчас, вот такой вот формы, видите. Вот. И чаша большая, она очень тяжёлая. Её каждый раз вытаскивать, ну, для меня проблема. Потому что вот это была лёгкая чаша, мне было просто вытаскивать. Эту чашу каждый раз вытаскивать вот прям не хочется, потому что она тяжёлая. Но это и хорошо, потому что это означает, что это будет вот этот вот эффект протушивания. И когда я начала вот пробовать жарку, какое вкусное мясо здесь получается. Вот прям реально вкусное. Жарка, тушение, прям вот действительно вот это замкнутое пространство, как в печке. Потому что когда первый раз я купила вот эту, я просто невероятного вкуса начала кушать кашу. Потому что каша, когда она была новая, она очень вкусная и действительно реально вкусная. Вот. И со временем, конечно, вот эти вот резиночки, которые вот здесь, вот они приходят в негодность. И уже не так она томится, эта каша. Так вот, жаркое тушение здесь реально очень вкусно. Потому что у меня была электроплита, я знаю, с чем сравнить. Редко плита всегда жарко-слабая функция. Газовая плита намного лучше. Индукционные неплохо жарят плиты. Так вот, вот это вот как раз, вот мне даже нравится больше, чем в казане. Вот серьезно, в казане на газе, когда вот я могу вот это вот регулировать. Поэтому очень хорошо. Дальше. Здесь, как видите, идет вот такой вот делитель. Это сколько стаканчиков вот этих вот, да, должно быть вот этот уровень. Так вот, когда у меня, ну, примерно, видите, стаканчики одинаковые, мерные здесь и здесь. Когда я вот в эту закладываю, у меня был в инструкции, ну, как бы, рецепт. Рецепты для приготовления каши. У меня так было, что на молоко, на одну дозу, это четыре дозы молока. То есть, я, например, там один стакан есть, то четыре стаканчика таких молока должна быть. То здесь, как написано, вы берете вот этот стаканчик, там, допустим, сколько-то, засыпаете, и в соответствии с ним сыпите вот это. То есть, если вы два стаканчика насыпали, то вам нужно досюда налить воды. И это непонятно сколько. В результате мы стали пользоваться прошлыми пропорциями. То есть, вот, для воды один к двум, для молока один к четырём. И из-за того, что, возможно, вот это вот больше, более чаш, а на каше получается более саховато. Вот, то есть, реально, ещё чуть побольше. То есть, отрегулировать вот этот вот процесс приходится, ну, как бы самому, да, то есть, нет строгой такой рецептуры, долейте, потому что, ну, чуть выше. Ещё один стакан наливаешь, думаешь, ну, вроде ещё помещается. То есть, вот такая вот непонятная дозировочка вот в этой. Ну, для меня, ну, так как у меня была предыдущая, если бы у меня это была первая, я бы, например, ну, вот как-то мучилась. Так что, имейте в виду. Дальше. Ещё из неудобств. В этой вот мультиварке, видите, я их специально, реально, была вот такая вот штучка. Видите, это, когда вы открываете крышку, сюда стекал, стекала, стекал конденсат вот этой крышки. То есть, сюда в щёлочку, и видите, как его много набиралось. И когда я вот в этой вот, этой стала пользоваться, то здесь сделано следующим образом. Конденсат стекает, никуда отдельно не вытекает, и вот здесь сделаны, видите, вот такие желобки. И вот эта жидкость стекает вот сюда, в желобок. И это не совсем удобно. То есть, приходится каждый раз вытирать. То есть, вы не можете вылить. То есть, вот этого вот момента здесь не продумано. То есть, вы каждый раз, когда стёк вот этот вот конденсат, он у вас стекает. Но, есть хороший плюс. Вот эта часть снимается. Видите, я сейчас не буду. И её можно отдельно помыть после эксплуатации. То есть, её можно полностью снять. Вот, видите, вытащить. Здесь всё промыть. Обратно сейчас поставили. Вот, видите, уже что-то. Вот, обратно поставили. И это мега хорошо, потому что здесь у меня вот эта часть не снималась. И туда я никак не могу. Видите, оно всё было заклёпано. То есть, я могла промывать только вот это вот. Снимать. Вот. А остальное, вот эти вот резиночки, вот это всё, я не могла промывать никак. То есть, в этом отношении это очень классно, что ты это можешь снимать. Ну, вот конденсат вот сюда уходит. По функциям, значит, остальные функции. Дёрнула я её за провод, сейчас поправлю. Провод. Ну, по остальным функциям. В принципе, попробовала я выпечку. Те рецепты я попробовала манник только из этих вот рецептов. Манник у меня не получился. Мне не понравилось. Потому что, вот, ну, не знаю, вот он какой-то сыроватый для меня. Но я буду тестировать. Посмотрю. Я думаю, что я найду рецепт. Посмотрите, вот у меня какой получился вишнёвый пирог. Вот в мультиварке в этой вот такой формы получается из-за формы дна. И для того, чтобы вот эта корочка получилась розовая, я его там переворачивала другой стороной и ещё на 10 минут допекала. Вот сейчас посмотрим, какой он там внутри. Вот такой красавец у меня получился. Ну, пропёкся. Видите, всё хорошо пропеклось. Так что пироги здесь делать очень неплохо. Душение, жарка. Рис крупы. Плов. Плов вкусный получился. На пару. Супчик каша. Кашу чаще всего используешь. И вот йогурт. Йогурт хорошая функция. Мне понравилось, как получается йогурт. Закваски я покупаю. Я про это уже видео делала. Так вот, йогурт всё-таки я считаю, что делать лучше в отдельной йогуртнице. Почему? Потому что, в принципе, потом вот этот вот йогурт отсюда доставать не очень удобно. Ну, вот я вам честно скажу. Конечно, у мультиварок всем... Представьте, вот видите, вот она. Вот это вот, всё время вот это вышкрябывать. Второй половничек у меня есть. Ну, вот два в комплекте идут. Ну, неудобно. Поднимать чашу. Она тяжёлая, чтобы, знаете, так, хопа, там, опрокинуть. Особенно, если она тёплая, то приходится ждать, чтобы она подостывала. То есть, из неё вычерпывать хорошо, а вот это вот вывалить из неё что-то, это нужно ждать, чтобы она остыла, потому что она тяжёлая, и у неё как-то, вот знаете, вот мне всё время хотелось бы, чтобы у неё какие-то ушки были. Потому что, я говорю, вот эту, во-первых, у меня здесь палец проходит, я легко её даже одной рукой снимала, и она лёгкая. А так как это тяжёлая, то вот хочется какой-то вот момент съёмок, чтобы был продуман. Не знаю, как это сделать. Может быть, какие-то вот ушки были бы дополнительно. Вот, ну, не знаю. Это уже вопрос, называется, к инженерам. Ну, реально, видите, вот, представляете, если она горячая, вот с двух сторон не подлезешь. То есть, ну, есть мелкие неудобства. Так, дальше, то есть, жарка хорошая, всё мне понравилось. Творог я ещё не делала, ну, и разогрев. Варенье никогда я не буду делать. Я один раз делала в хлебопечке, там тоже есть функция варенья. Варенье вспенивается, и потом вот это вот всё вы будете отмывать. Я вот уже на это, оно уже вот в определённый момент, вот это вот начинается, пенка у варенья, это кошмар. Поэтому я не верю, что в мультиварке нужно варить варенье. Или это должна быть, когда одна чашечка, вот прям маленькая, то есть, маленькую порцию, это только вот пачкать мультиварку. Я этим заниматься не буду. Так что смотрите. В остальном, она отлично, она отлично готовит. У неё действительно вот этот вот режим, он реально срабатывает. Она очень-очень вкусная, очень хорошая еда получается. Я даже какие-то вещи, вот говорю, из казана сюда перенесла и стала здесь готовить. Вот ризотто в этот раз я готовила, прям так классно всё это. И когда она, значит, вот включает вот эту вот функцию, она периодически делает такое жужжание. То есть, ну, слышно прям, как вентилятор пожужжит, там что-то покипит, что-то там, значит, поколокочет, хоп, и затихло, опять просто тенны работают. То есть, очень интересный процесс наблюдать. Так что я рекомендую вам, если вот кто-то задумался, да, мне всё нравится, вот, видите, у неё, из-за чего я хотела, это вот этот индукционный нагрев. Это очень хорошая штука в мультиварках, если вы будете выбирать. То есть, функционально она хорошая, а вот эти вот мелкие детали, ну, я не знаю, кто-то может вам подробно просто не расскажет про свои там мультиварки, да, что есть вот это, вот это. А я просто делаю очень подробно, чтобы вы знали, что если вот вы перейдёте с одной на другую, чтобы вам было с чем сравнить, а если у вас первый раз, то она вас тем более порадует. Всё, всем пока, это аниматание, это всё, что я хотела рассказать, показать про свою красавицу. Я очень довольна, это какое-то другое приготовление, ну, не знаю, это такая огромная помощь, я вообще не представляю современную хозяйку, чтобы у неё не было мультиварки.